Итак, мы купили картофельные котлеты в поезде. Две котлетки 20 рупий. Так что, кушай. Здесь картошка и зелень внутри. Не острые, вкусные. А теперь нам отрываются такие угодья хозяйственные. Чем-то мне напоминающие Россию. Также где-то жгут траву высохшую. Вот сено заготавливают и коров. Как-то четко у них здесь зелено. Прямо такие квадратики. Секторам. Молодцы. Прямо ухаживают здесь. И вот люди первые, которые работают на полях живут. Здесь как раз-то сразу же. Мы приезжаем в какой-то интересный город. Сюда не с однотипными домами. Мужу приучают, кстати, отдала сейчас ему салфетки влажные использование. До этого он выкидывал мусор в окно. Я говорю, раз выкинул, два выкинул. Такой, нет, так дело не попадет. Я говорю, поэтому говорят, что в Индии очень грязно. Потому что если каждый будет так выкидывать все в окно, то как, конечно, там миллиарды, сколько мусоров ежедневно не успевают убраться. У работников-то меньше, чем людей. Я говорю, давай хотя бы мы с тобой не будем сорить. Мы с тобой не будем сорить, еще не будет сорить. Я говорю, то есть, если я приехала, молчусь сорить, то еще больше грязи будет. Я говорю, давай. Если каждый миллиард не будет выкидывать хотя бы по одной бумажке, по одной какой-то чашке, то уже Индия через несколько лет стоит намного чище страны. Так что я приезжаю. И вот он вернулся. Он говорит, что это очень хорошо. А, он говорит, что это замечательная погода, сейчас не жарко. Я спала несколько часов, было очень жарко, хотя сегодня не жаркая погода. Я не представляю, как на поезде в таком жару ехать. Вот, но сейчас такая пасмурная погода, но душно. Немного не хватает воздуха. Что ты делаешь? Я пытаюсь cancel тикеты. Я пытаюсь. Это я пытаюсь по морзке. Я пытаюсь к вам поработать. Ты пытаюсь. Если я не cancel, то что будет происходить? В общем, я пытаюсь. Он сегодня забронировал нам еще два билета отдельно, там есть на крайнях, на другой какой-то поезд. Теперь их надо отменить на какой-то вечер, если вдруг что-то не так. Там было два билета, он теперь пытается отменить. Какие здесь песочные земли, и все равно все растет. Либо это нас, как так они дороги сделаны. Это прям песок. Мне кажется, прям песочная земля, огненная. Люди, конечно, смотрят на меня, что я снимаю, и говорю все, что-то говорю, говорю. Но мне нравится, что я не понимаю, что я говорю. Для них они непонятные. Сейчас есть свои плюсы. Могу говорить, что так. Итак, мы на станции. Какой-то маленькой такой вообще. Здесь поезд стоит уже несколько минут, может, минут 5-7 мы стоим. Люди сидят, не знаю, что-то ждут. Хочу показать вам вот такое вот ждал ожидания на станции. Такое здание. Я, конечно, не была в далеких районах России. Как бы у нас в Московской области, в Москве поменяли уже давно залы ожидания. Все чистенькое, хорошее, что было развалено. Я уверена, что у нас тоже такие же есть. Полуразрушенные, с решетками на окнах. Но я удивилась, что у нас и в Москве есть. Мы как-то с сестрой вот недавно были на почте России. Сбирали посылку в Москве. В одном из почтампов Москвы. Никогда не забуду. То есть я не думала, что такое невозможно. Это деревянное здание, как в деревне старый дом. Вот спускаешь чуть ли как не в подвал по лестнице. И захламленное, пыльное, чуть ли там, я не знаю, со времен войны помещение. Такое ощущение, где ничего нельзя найти. То есть сначала люди ищут так, а потом уже до них доходит, что нужно использовать компьютер. Посмотреть вообще, дошло у них эта посылка или не дошла. То есть вот такие у нас есть. Я уверена, что у нас из-за ожидания такие же есть в России. Вот. Так, вот мы сейчас прочитали статью в газете. О том, что есть детские мародеры. Ну, короче, ребенка убили, а маму изнасиловали. 29 мая в Индии, в Кургаоне. Такой пустынной местности. И вот такие фотопортреты этих преступников из Индии. Случилось то, что девушка поругалась с соседями, муж был на работе. Она взяла ребенка и куда-то поехала. Точно не поняла, а вот куда-то поехала. И поменяла в пути трак на моторикшу. И моторикшу сидели три человека. И, в общем, ее завезли в пустынное место. И изнасиловали, а ребенка убили. Вот. Такие случаи постоянно происходят. Самое опасное место в Индии. Хочу предупредить любительниц путешествий по Индии. Одиночек молодых девушек, да и немолодых. Ну, мою мужу и маму даже несколько раз приставали, но успевала спастись. То есть это, на самом деле, опасно в Индии. То есть самые опасные районы это Дели, Кургаон и Нойда. Да? И мира, соответственно. То есть Северная Индия как раз-таки столица. Мы едем сейчас в Южную Индию. Опасные люди лучше, добрее. И в Южную Индии не происходит никакие плохие обстоятельства. Вот. Будем надеяться, что так оно и будет дальше. ПО倒OS. ПО倒過來.